Всем привет! История – вещь очень интересная. В ней можно найти много странного и необычного. Сразу после революции 1917 года среди молодежи была запущена идея освобождения человека от быта. Тогда и решили создать дома-коммуны, дома-коллективы, где люди могли бы освободиться от домашних хлопот, объединяться в группы по интересам, читать и строить новое общество. В 20-е годы эта идея начала воплощаться. Появились проекты домов-коммун. Они стали ярчайшим примером советского авангарда. Вот и в нашем областном центре города Иваново в конце 20-х годов прошлого века было решено построить такой дом. Находится он на перекрестке улиц Красных Зорь и Марклевского. Дом состоит из шести четырехэтажных корпусов для проживания граждан, четыре из которых с торца переходят в шестиэтажные. В этих шестиэтажных частях планировались детские и бытовые учреждения. Также здесь располагался ванно-прачечный корпус. Ведь предполагалось, что здесь будут жить новые люди, свободные от быта. Часть корпусов соединены наземными постройками для магазинов, аптек, швейных мастерских. Вот здесь располагался зал собраний. А с 1990 года это помещение занял ресторан. Продолжение следует... Продолжение следует... Есть за ней вот такая двухэтажная пристройка. Здесь располагался клуб и столовая. Во дворе дома был построен стадион и детская площадка. Кстати, они есть и сейчас. Вообще, по плану, все корпуса должны были соединяться переходами на уровне второго этажа. Предполагалось, что будут комнаты для одного-двух человек с общими коридорами. Но в начале 30-х годов эгиды коммуны стало уже не так актуально. Все течет, все изменяется. Во время строительства от переходов отказались и сделали отдельные квартиры. Но, правда, сделали их коммунальными. В доме 362 квартиры. Несмотря на то, что дом называется 400-квартирным. Это один из наиболее ценных памятников конструктивизма в Иванове. Но по внешнему виду не скажешь. К сожалению, здание никогда не реставрировалось. Так как это памятник культурного наследия. И с ним управляющие компании работать не хотят. Дом в плачевном состоянии. А жаль. Это все-таки наша история. И хотелось бы ее сохранить. Конструктивизм в Иванове не редкость. Здесь есть и дом-корабль, дом-подкова, школа-птица. Возможно, о них я тоже когда-нибудь сниму сюжет. Надеюсь, что кому-то это было интересно. Посмотрите. Может, и в вашем городе есть такой дом? Спасибо за внимание. И до новых встреч. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!